привет друзья и это 4 выпуск про новый патч предыдущих я уже поговорил про нового героя огнем шарды и новые предметы все ссылки оставлю в описании сегодня же поговорю про лесные предметы их тоже довольно мало из общих видео это наверное последний выпуск дальше уже буду разбирать конкретных метровых героев и конкретные предметы и да я знаю то что доте уже вышел патч 728 а в котором поменяли кучу героев но на самом деле все изменения там мелкие буквально паре цифр и разбрать это обновление не вижу смысла легче будет уже в будущем снять просто обзор на метровых героев и кого все-таки стоит пикать а кого не стоит так что пока про него не будем если в прошлом видео больше критиковал новые айтемы то в сегодняшнем наоборот в основу только нахваливать лесные предметы вышли все минимум сильные максимум очень сильные большинство скорее всего будет немного понерфлены ну давайте к делу пойдем по порядку по тирам и так первый тир предметы падающий с 7 по 17 минуту отсюда удалили пурман шилд талон и манго дерево с талоном и манго деревом думаю все понятно почему предметы слишком сильно влияли на игру вам выпал талон а противнику нет вы можете фармить эншинтов седьмой минуты а противник не может нечестно да и даже без эншинтов фарм ускоряется слишком быстро манго дерево же просто бесконечно давал ресурсы и на дистанции приносило слишком много денег его даже никто ради вижена не ставил просто под фонтаном ради манго пурман шилд же скорее всего удалили из-за нового предмета вот этой маски она дает 7 основного атрибута и 7 процентов эмпиризма статы фактически такие же как у пурман шилда в плане ловкости если бы в игре были оба этих айтема найти себе хороший предмет на кора особенно ловкача было бы слишком легко поэтому что-то нужно было удалить сам предмет маска невероятно сильный это не только замена пурман шилду но и клыкам вампира со второго тира о которых мы еще поговорим вампиризма втором тире был бесполезен ведь вы хотите только чтобы фармить в лесу и не терять хп а в 17 минуте у вас уже не будет проблем с хп 7 минуте же вампиризм это фактически новый талон куча героев с ним могут фармить весь лес там и раньше просто не смогли бы и даже энчинтов например представьте себе эту маску на морфе вы просто экономите 900 голды и не берете обычную маску а ведь это очень большие деньги но и другие керри которые и не берут маску на вампиризм снова лесной маски смогут в разы быстрее фармите отвлекаясь на фласке силы предметов том что у него еще и стата есть даже без вампиризма 7 основного атрибута это много на любом героя не только на лавка чекири в общем пока что это явно лучший айтем на очень многих героев любые героев которые бьют рукой поэтому ждем нерфов второй сильный предмет это фейрит ринкет дает 100 хп 5 урона заклинаний и 5 уменьшения с драт маны фактически это кая причем который еще хп дает кая дает 8 процентов урона со скиллов здесь 5 не намного меньше кая раньше давала уменьшение затрат на скиллы не намного больше пяти процентов сейчас конечно там другой стат но суть та же уменьшение моно костов сильно апает фарм потенциал героя вы просто на дистанции нажмете больше скиллов и принесете меньше clarity плюс есть такая вещь как максимально нужный реген условно если блинк стоят маны и кулдаунице 6 секунд вам нужно всего лишь 10 манн регенов в секунду чтобы бесконечно нажимать блинк и вот такие предметы как фейрит ринкет приближают нужные пропорции а еще айтем дает супер важный хп на такой минуте на ранней стадии хп сильно влияет на игру вы просто за счет лишних 100 хп выходите за рамки про каста многих героев условно со стиками феррит рингетом и допустим новым фалкон блейдом большинство героев уже будет иметь больше тысячи хп и убить их просто невозможно на любого героя который хоть немного нажимает скилл и имеет с них урон феррит рингет также станет лучшим предметом первого тира выигрывая даже у аркин ринга особенно представьте на условном шторме тинкере или севсе полная мба при условии что на кастеров в принципе не так много лесных айтемов думают рингет на этих героях можно собой носить и после второго иногда после третьего тира если ничего лучше не упало в общем будут нерфы думаю именно количество хп и остался третий айтем чипит вест он как мне славой дает три с половиной хп региона в секунду и любой кто вас будет бить рукой получит урон 26 для героя транс для крипа нет не подумайте эффект просто невероятно сильный если вам эта штука упала сразу же на 100 минуте тогда вы еще стоите на линии и вас часто бьют рукой размениваются и 26 урона прям сильно зарешают любые размены но сразу после ланнинга предмет теряет актуальность при фарме транс струна по крипам почти не ощутимы условно крип должен нанести по вам 10 ударов чтобы это дало вам 100 урона то есть один ваш удар другие предметы дают намного больше фарма в драках с героями 26 хп за удар честно говоря не впечатляют при условии что вас скорее всего магии будут бывать на ранней стадии против условной врки может еще поможет но против других героев это тайт не дает просто хп региона в секунду чтоб не сильно полезно конечно но другие айтем и сильнее хотя каком-нибудь толстым оффлейнеру вроде акса кентавра или там марса в целом больше нечего брать с первого тира и теперь у них есть единственный полезный предмет так что они его точно будут брать конкуренции у него нет плюс наверное спектр еще будет себе вобрать ввиду пассивки и блэдмейла но хотя опять же после ланнинга условные статуи в виде веточки может быть будет и полезнее с первым тиром все но перед тем как мы пойдем дальше ко второму тиру небольшое отступление перейдя и зарегистрировавшись по моей ссылке в описании на сайте кс гуран вы можете получить абсолютно халявные 25 центов немного да но на них можно купить какие некие скины на этом же сайте а можно пробовать сыграть и увеличить свой баланс правила игры очень простые выбираете нужный скин пишите коэффициент на который вы хотите умножить его стоимость и все выбегает человечек если он добегает до вашего коэффициента то стоимость умножается но если вы поставили слишком высокую планку и он не добежал то вы проиграли также можно играть против других людей поставив название сайта в никнейм в доте вы получаете плюс 10 процентов по мнению баланса все ссылки будут в описании и количество моих промо кодов ограничено только первые тысячи человек получит 20 процентов идем дальше второй тир здесь удалили клыки вампира потому что вампиризм был бесполезен на 17 минуте и теперь он есть первом тире а также удалили сетку потому что она имба и рунит игру многим героям которые даже не планировали против себя иметь руты и не собирали юлы или манту а тут против них упала сетка и они за того умерли не очень справедливо добавили сюда два айтема первые наверное самый сильный новый лесной айтем quicksilver амулет это полноценная яша бесплатная даже лучше дает пять процентов скорости передвижения и 10 так спида еще улучшает анимацию атаки это неважный стат позволяет легче хитенд ранить для милишников не то чтобы много что поменяется пассивка предмета же дают еще лишний пять процентов мувспида и 15 атак спида если у вас есть любой скилл на кулдауне суть в том что условия слишком простое куча героев постоянно имеются кулдауне для них это даже не условия и выходит у вас пассивно 10 процентов скорости передвижения и 25 атак спида саша яши до 10 процентов мувспида яши 8 процентов то есть меньше чем это тайтам это просто нездоровая цифра для фарма яша дает 28 атак спида с учетом ловкости здесь 25 вы действительно получаете бесплатный супер сильный предмет для фарма наравне с яшей не в эмбрейс не аквила не яблоко фарм так не ускоряют на любом коре это лучший предмет найти героя который не может иметь скилл на кулдауне крайне трудно морфу это более-менее трудно у него мало маны и вас помешивая форму луне трудно возможно медузе найкс или хаус найту но опять же есть ультимейты который кулдаунится кучу времени после драки и даже эти герои за счет ультимейтов без по мобилок смогут получать активный амулет думаю ульта для пассивки не должна учитываться хотя и без него для кучи героев это будет лучший айтем который они будут хранить вплоть до 4 тира второй предмет послабее хотя он все еще сильный булвип дает 3 хапаригена 5 манаригена что очень приятно и активка которая дает 16 процентов муспида союзнику или минус 16 процентов муспида противнику на 5 секунд с кд в 12 16 процентов на 5 секунд с кулдауном каким-никаким а еще анимацией ведь ваш герой не может делать это на ходу он будет останавливаться напоминаю что в эмулете 10 процентов пассивно вот вам баланс предмет сильный но не на коров кором нужны статы и во втором тире куча предметов со статами был виб же нет плюс скоро если и будут брать этот айтем то будут кидать его на себя для ускорения как я уже показывал герой останавливается при нажатии это очень неудобно в общем на любого саппорта айтем хороший особенно если учесть что больше в целом брать им нечего со второго тира не считая камня на золото который в даке ничего не дает дальше идет третий тир удалили рп кит который слишком много влиял на игру для рандомной шмотки крыги код который нечестно улучшал выживаемость многих героев вообще без штрафа и ферифаер честно говоря зачем ферифаер удалять непонятно айтем был хороший да ладно а еще телескоп уехал на тир выше и слишком сильный айтем для третьего тира добавили также четыре предмета два из них супер сильная первый cloak of flames дает 5 армора 10 процентов резисток магии и пассивку радианса на 45 урона у настоящего радианса 60 нужно добавлять действительно полноценный радианс теперь падает с леса 22 минуты слава богу на такой стадии выжигание уже не так сильно облегчает фарм но все еще полезно и сильно на иллюзиях пассивка также работает но все вон три строна что кстати не намного меньше чем радианса в целом а это можно брать на корах если вам больше вообще ничего не упал из третьего тира хорошего особенно если у вас манта или просто иллюзии но вообще айтем отличный на оффлайнеров силовиков им больше брать нечего почти ведь армор удалились игры второй сильный предмет дуника это еще одна халявная яша 26 так спида 8 процентов муспида и 16 процентов воротов вспомните кстати лесной амулет он давал больше а он со второго тира в любом случае туника сильный айтем дает реальные статы яши и еще и плюс миссии на любом силовике который убьет с руки это идеальный предмет возможно даже лучший против кучи контроля и когда у вас уже есть саша яша с ливер будет получше но в других ситуациях на силовиках корах туника это топ-1 айтем из-за миссов словики очень боятся физики кстати даже думаю найтс и даже хускар отложит паладин сворт ради туники паладин сворт из этого айтема из конкуренции точно пропадает в целом на лавкачей все работает точно также им предмет тоже очень сильный но много лавкачам нужен майн брейкер у них много брустового урона если сален с него реально полезный то лучше брать его если нет и сливер не нужен то опять же смело может быть тунику 16 процентов миссов это халявный амулет в третьем тире есть еще два предмета ceremonial rope и вот эта штука со сложным названием пусть будет для дэма первый айтем дает ману и ауру под которой враги чуть дольше стоит в контроле и чуть больше получает урона с магии с учетом того что статов он не дает лучше отдать предмет саппортом любым саппортом которым уменьшение кулдауна с чарма не так сильно важно и предусловие что вам оба этих айтема выпали но в некоторых случаях он подойдет и кором например тинкеру лишняя мана и личный урон не помешает или скажем лишь раку или другим кастером как я уже говорил для кастера в принципе лесных предметов не так много и возможно даже церемония ларо будет хорошим выбором некоторым оффлайнерам которым очень нужна мана и которые живут долго и долго будет поддерживать ауру церемония ларо тоже можно дать например магнусу или санкингу в общем айтем ничего особенного не представляет либо для саппортов либо для оффлайнеров если ничего не выпало ну или для кастеров четвертый айтем диадема в целом тоже довольно обычный дает плюс 20 процентов к интеллекту причем считается как белый интеллект так и зеленый покупной также дает столько стрэнджи вместо телескопа активка отталкивает цель от владелица на 400 инжи как форстав предмет очевидно на интеллект коров вообще любых все они смогут пользоваться как интеллектом так как астренджем с активкой зевс одесса линсер тинкер инвокер лина пугна все с удовольствием возьмут диадему особенно кстати пак он с помощью него может рвать дримкойл исключением будет профетка лишь рак врка и наверное войд спирит они интеллики но первым двум лучше что мы брать на выживаемость а выркивать спириту лучше урон с руки если интеллект коров в команде нет то не страшно любой саппорт ради стака стрэнджи тоже с радостью возьмет диадему и остался четвертый тир здесь удалили четыре предмета лампу шляпу хекс и хаммер причины разные хаммер просто мало использовали его заменили новой шмоткой остальные предметы возможно слишком сильно могли изменить игру особенно шляпа многим героям она давала слишком много выживаемости в любом случае что-нибудь нужно было удалять чтобы добавить новые айтемы так что пофигу на них и так тут новых айтемов три штуки и в отличие от предыдущих тиров тут нет ничего супер сильного новый меч является замены хаммеру дает 45 урона и 80 дальности атаке милишникам и пассивку старой саши если вы помните 20 процентов шанс замедлить передвижение на 20 процентов и атаку на 60 предмет скучной и слабый четвертом тире есть ninja gear который и ботинок меняет и активку него супер сильная и ловкость куда лучше урона если вы ловкач есть левеллер который дает супер редкую скорость таки купить ее можно только в паре айтемов есть бкб который можно дисплею все подряд в общем есть действительно важные предметы тут же только 45 урона раньше атаки и замедления в целом ты на самом деле не важно все равно 37 минуте у вас либо обессал либо скади вам эти замедления рейндж атаки в принципе не нужны а кому надо тот уже давно компенсировал предметами часто даже сливер с третьего тира будет полезнее но если ничего не выпало то можно иметь взять лишние 45 урона как никак не лишние тут логика такая же как и с хаммером предмет просто по сдачную принципу но хаммер в основном брали именно словики а новый меч могут брать кто угодно и ловкачи и даже интеллиги следующий айтем trickster cloak дает 20 процентов миссов и 20 процентов резисток магии а также можно нажать и получить инвиз на 6 секунд как глимер сильный предмет резист магии не очень важен такой минуте а вот 20 процентов миссов когда против вас нет нкб могут быть полезными даже кором особенность словикам активка тоже полезная в лейте мало кого и слоты под вижен и она будет вас спасать предмет можно брать на кого угодно но саппортов по дефолту если не нужно кором затем его можно дать оффлейнером если опять же ничего не выполнила вживаемость а миссии резист на жирные героя всегда очень хорошо себя показывали и можно дать даже кором если им очень нужны миссии потому что их убивают рукой и если ваши коры сплитит тогда я не из пару раз спасет им жизнь ну и остался последний айтем шторм крафтер микро юг дает бесполезнейший на такой минуте мэнерген пассивку которая будет бить молнии случайные цели время от времени и активку которая можно будет поднять себя в юлы на 075 секунды айтем слабый статов нет пассивные молнии вообще не дамажит на 40 минуте и вы только блинки сбивать активка по факту дает вам менотавр хорн только слабее то есть тоже нужно для диспела себя если за 40 минут вы не одумались купить бкб или манту условному найксу против сайленса покупать нечего если бкб не выпало то можно взять и ул всякие мобильные коры эймбер шторм войт спирит копа пак и прочие также могут взять и ул если прям дико нужен диспел против сайленс или рутов но в основном шмотка бесполезная саппортом намного лучше взять телескоп релик или даже призму а так выходит тоже по остаточному принципу нечего брать берете микро юл в игре еще поменяли пятый тир но в него честно говоря боюсь лезть опыта игры у меня там очевидно нет с новыми предметами и мое мнение будет скорее всего неверным но пару предложений скажу во первых сирс тоун стал сильным он дает вам фактически скан с виженом до пятого тира игра доходит в основном против тинкера очень часто для тинкера и сирс тоун теперь его очень сильно контрит удалили трезубец видимо из-за реворка соцрезиста и ботинки с деревьями слишком они были бесполезны добавили кольцо и книгу книга дает совсем чуть-чуть статов и в личный обзор ночью ее активная способность прячется ли в астрал цели может быть любой игрок вы сами противник или союзник в астрале цель не может нажимать скиллы и предметы и бить рукой ее нельзя выбирать целью скиллов автоатак но ауе скиллы на цели работают эффект странный зачастую его легче всего скинуть саппорту чтобы тот сайбл своего кора от блэкхоллов куполов думов хексов и прочего ведь пить рукой вашего кири не смогут но думаю для этого айтема найдут применение и в нападении ведь вы кидаете фактически дум на цель а ваши ауе способности все еще не работают условный sky mac может кинуть атос и после сразу книгу и ультимейт но для этого как бы эффект в игре который делает то же самое в общем странный предмет в основном только для сейва и для саппортов новое кольцо же куда интереснее во первых она делает вас здоровым в прямом смысле во вторых у него очень сильные свойства она дает 40 силы чтобы факт столько же сколько у тараски также дает кучу мух спида пассивка с которого проходит сквозь текстуры еще урон в уе наносите зависимости от силы на которой на самом деле всем пофигу там слишком маленький радиус предмет мега сильный на любого героя на кора кольцо менять ботинок и освобождать там слот что очень важно и делает вас в разы живучие другие ботинки с леса например force boots или ботинки с деревьями или паучьи лапки не дают статов кольцо же дает статы а именно кучу хп это которая не так легко купить в магазине особенно ловкача и еще и фактически пассивные паучьи лапки с которыми можете бегать по хаграундом и выживать ржевики так вообще бессмертность этой штукой любого фронт лайнера силовика этот айтем также сильно апнет ему как бы сила не лишняя если вашему кору нужен какой-то урон и урон ему выпал то дайте кольцо фронт лайнером а до саппортов айтем скорее всего не дает итак подведем итоги в первом тире два новых айтема супер сильные прям и балансные во втором тире очень честный амулет который дает статов больше чем покупные айтемы и айтемы третьего тира в третьем тире есть просто хорошие и полезные туник и радианс в четвертом тире айтема в основном скучные ничего особенного не дают а в пятом мега сильное кольцо которое скорее всего будет нерфить в будущем я думаю мы еще увидим пару нерфов новых лесных предметов все же большинство из них и правда очень сильные что же на этом пока что у меня все оценивайте видео лайком и канал подпиской если было полезно или хотя бы интересно а на сегодня с вами прощаюсь большое спасибо за просмотр и удачи спасибо за просмотр и удачи